Пока процедура передачи не только не завершена, она только начинается, мы сделали сегодня первый шаг. Первый шаг мы сегодня дали согласие на принятие в коммунальную собственность, безоплатное принятие в коммунальную собственность активов государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль». Для центра города, для части Суворовского района это стратегически важное предприятие. Более того, это предприятие важно также для работы нашего Одесского морского торгового порта. Помимо производства тепловой энергии, данное предприятие генерирует и производит электроэнергию. И сегодня, вне зависимости от резервных источников питания, Одесский морской торговый порт полностью запитан от мощностей теплоэлектроцентрали. Это важнейшее предприятие на сегодняшний день в части генерации как тепловой, так и электрической энергии основной центральной промышленной части города Одессы. Сегодняшний текущий долг предприятия, суммарный текущий долг предприятия со штрафными пенями и санкциями составляет порядка 1,2 млрд гривен. Автоматическое продолжение данного вопроса, насколько город будет принимать эти долговые обязательства. Город не будет принимать долговые обязательства государственного предприятия теплоэлектроцентраль. Государственное предприятие теплоэлектроцентраль будет закрывать свои долговые поручения перед непосредственно своими агентами. Это в данном случае тоже государственное предприятие «Нафтогаз Украины», это «Одесса Углэнерго», это все те текущие задолженности и пени, которые они должны закрыть в структуре передачи данного объекта. Конечно же, те моменты, на которых настаивали некоторые из депутатов, они важны и они действительно будут. Но изучение и пути решения вывода данного предприятия на орбиту доходности, они будут, конечно же, приниматься уже как следующими этапами. Сегодня мы говорим о политическом решении, о политическом решении принятии такого важнейшего объекта, собственность города, территориальной громады города Одессы. Город Одесса находится на девятом месте среди городов с такой же аналогичной системой теплоснабжения по уровню стоимости теплоснабжения, подачи тепловой энергии. Поэтому сегодня мы говорим о том, что за время принятия тарифа, который сегодня выставляется в платежках Одесситам, прошло 4 смены цены на газ, которые сегодня есть в тарифе. Стоимость газа и объем газа в системе тарификации и создания тарифа тепловой энергии составляет порядка 75%. Сегодня грядет очередное повышение стоимости газа. И я думаю, что буквально на первых сессиях следующего года, к сожалению, нам придется принять настолько непопулярное решение. Насколько оно может быть непопулярным решением, это приведение тарифа в соответствии экономически обоснованному для подачи и генерации теплоснабжения. Поэтому сегодня ведется, сегодня вообще в принципе начата серьезная программа по выведению нашего коммунального предприятия теплоснабжения из кризисной ситуации. Потому что, конечно же, эти постоянные дотации сегодня начинают уже влиять на стратегическое развитие нашего города. И основная задача это планово подготовить возможную финансовую технологическую площадку до модернизации нашего коммунального предприятия. Все эти теплоснабжения города Одессы. Основной вопрос это проведение аудита, проведение аудита мировой компании, которая сможет нам указать на те моменты, которые сегодня наиболее сложные и опасные в работе данного предприятия. Конечно же, второй этап это обновление и актуализация схемы теплоснабжения города Одессы. Потому что ни для кого не секрет, что есть многие магистрали, которые сегодня работают практически в холостую. То есть на них сидит 2-3 абонента, которые не позволяют, опять же, составить и нормально восстановить тарифную составляющую нашего предприятия. Поэтому сегодня есть два основных шага. После этого мы будем говорить о том, и, конечно же, один из неприятнейших моментов, это поднятие, доведение цены до экономически обоснованной.